И тема, о которой я буду говорить, предназначенная для славы. Поклонники, кто они? Помните Иоанна, 4 глава, 23 стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И вот можно было бы сказать аминь, и можно было бы попоклоняться и исполнить заповедь моей жены, больше не проповедовать. Но вот это слово «таких», каких Он ищет поклонников, кто они? Думаю, что ответа на этот вопрос можно искать всю жизнь вообще. Потому что не выше места, в котором, ну, в этой главе, не ниже, а конкретного ответа на этот вопрос не дает. Мало того, я хотел бы обратить ваше внимание, я никогда как-то не обращал, и сам не обращал внимания. Когда, то есть, у нас существуют какие-то стереотипы, и когда говорим мы поклоняться в Духе и истине, то есть, у нас сразу мы думаем в Духе Святом, значит, вот Дух Святой двинулся, и мы начали поклоняться, то есть, Он коснулся нас, и мы начали поклоняться. Но когда говорится о Духе Святом в Писании, там всегда Он, к Нему относятся как к Личности, и пишут с большой буквы, а здесь написано с маленькой буквы. Так что же это за Дух? С того момента, когда Бог достиг меня, и по сей день, исследуя Писание в молитвах, имея духовное переживание, постоянно находясь в служении, для себя я вывел несколько основополагающих критериев таких, как бы, ну это для себя, может они вам пригодятся, может они, я не буду претендовать, что это учение, я не учитель, однозначно, я плохой учитель. То есть, может они просто кому-то помогут направить свою жизнь. Почему? Потому что вот именно в служении, я вот как уверовал, и вот уже больше 20 лет я нахожусь именно в этом служении. Я не занимался другим, я как вспоможением, то есть занимался, но все время был фактически в служении, хвалы, поклонения, как бы. И я всегда тестировал людей, когда вот, будучи ответственным, но продолжительное время, я старался всегда спрашивать людей, почему вы решили, что вы должны быть в этом служении? Вот почему? Ну и некоторые говорили, нам нравится славить Бога, но некоторые говорили, ну по-разному говорили, не буду, то есть останавливаться на этом, но смысл в чем? Должно быть основание. Потому что желание, оно может быть непродолжительным. Желания, они быстро заканчиваются, когда приходят испытания. И вот, ну, для себя, и вы знаете, ну, печально, печально, но многие люди не могут найти на этот вопрос ответа. И вот сегодня я именно буду говорить об этом. И, как я уже сказал, то есть для меня, ну, есть четыре критерия, по которым я могу оценить себя, в поклонник ли я? И первый из них, поклонники, это люди, постоянно пребывающие в слове и применяющие его в повседневной жизни. Мы знаем, что в начале было Слово, да? То есть мы знаем, что Писание говорит нам, что и в Иоанна Я есть, да, Слово. Мы знаем, что это Слово спустилось к нам на землю, ходило среди нас, полная благодать и истины. И мы знаем, что этим словом все закончится, потому что Он есть Альфа и Он есть Омега. То есть основание... И для меня вот большим примером, вот когда я начал изучать Писание, стал Иисус Навин, Игошу Абинон. И знаете почему? Потому что этот отрок, он... Так о нем говорится в Писании. Отрок, он постоянно был с Маше. Постоянно. И даже когда Израиль выходил весь и стоял возле шатров своих, да, и Маше входил в шатер для того, чтобы иметь общение с Богом, Ишуа и Гошу Абинон находился именно там. Он постоянно был с ним. И он стал его преемником. И сказано, что когда пришло время умереть Моисею, да, он посреди собрания возложил на него руки, благословил его. И сказано, что Ишуа и Гошу Абинон исполнился духом премудрости. И дальше Господь обратился к нему. И что Господь ему сказал? Будь тверд и мужественен, да? Потому что ему предстояло ввести народ и отвоевать землю. И он, то, что он ему сказал, да не отходит книга сия от уст твоих. И поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен. Вот это для меня пример. И я знаю, что в его жизни он достаточно был успешен. Были моменты, когда его там обманули жители Гаваона. И он расслабился, принесли ему дары, а потом он, то есть, не взыскал Господа. Были, когда они там по собственной воле вышли, как бы, на воевать, и потом бежали обратно, потому что не взыскали Господа. То есть, Господь так учит, да? Но он достаточно был успешен, умер, пресыщенный днями. Дети его достаточно благословенны были. Дочь его была за одним из первых судей Израилев замужем. И я больше не буду останавливаться вот именно на этой части, потому что, в принципе, у нас, я говорю, у нас хорошие учителя. И для того, чтобы разбираться в слове, вы можете обращаться к ним, как бы. И об этом много проповедуется. Я не буду сейчас, ну, концентрироваться на этом. Я пойду немножко дальше. И перейду сразу к второму критерию. Поклонники – это люди кроткого и смиренного духа. И у нас тоже по этому поводу есть ассоциации. То есть, такие представления уже сложившиеся, кроткие, кто они, смиренные. И нам немножко надо ломать это мышление. То есть, ну, углубляться в Писание. И мы там увидим совсем не всегда такие вещи, не всегда увидим ту кротость, которую мы ожидаем. И то смирение. Матфея 11, 29. В этом стихе Ишуа говорит. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. На кого же нам еще быть похожим, как не на нашего Господа, да? И вот то, что определения дают кротости. Кроткий человек мягок и уступчив. С таким человеком приятно иметь дело. Тем не менее, так отмечает мудрый царь Соломон, мягкий и кроткий язык переламывает кости. Кроткий язык. Кротость – это замечательное качество, которое сочетает в себе мягкость характера и твердость духа. Что такое кротость? Кротость можно понять как тихую, нежную, праведную и послушную. Представьте себе человека очень подслушного. Этот человек будет демонстрировать такие качества, как слушание других и действия в соответствии с их требованиями. Такого человека можно считать кротким, потому что он контролируется поведением других. Это накладывает определенные ограничения на то, как человек действует на основе других людей. А что такое смирение? Это такие определения дают нам. Смирение можно определить как качество смирения или, другими словами, низкого мнения о своей значимости. Этот термин означает «скромный» или «от земли». Смирение – это понимание собственного достоинства, но также осознание своих недостатков. Ключевое различие между кротостью и смирением состоит в том, что в отличие от кротости, когда ограничения исходят от других людей. То есть, кротость, она предполагает внешнее воздействие. То есть, от других людей исходят. То есть, они тебя вот контролируют, ну, как бы имеют влияние на тебя, я бы лучше так сказал. И поэтому ты ограничиваешь себя в каких-то вещах. Смирение же, оно исходит от самого человека. Другими словами, это удерживает человека от тщеславия в отношении своих достижений. Например, в иудаизме смирение рассматривается как добродетель, благодаря которой люди ценят свои навыки и таланты. Смирение – это принятие данного свыше, но мы живем в материальном мире, где нет, где для выживания необходимо действовать. И если толком, молча все терпеть, долго не протянешь, честно говоря. Самый простой пример, какой можно привести, ну, допустим, напали на человека, его семью. Он же не будет молча смотреть на это все. Он схватит, что попало под руку и будет защищаться. И это нормально и правильно – защищать своих близких. но делать это нужно без агрессии. Внутри смирение, снаружи активность. Знаете, вот меня всегда удивляют вот большие люди. Они вот всегда такие, как вы знаете, мягкие, вольные. От чего? От осознания своей силы. Вот смирение, оно предполагает это, понимаете? А он сильный, он понимает, что он сильный. Это вот ролики даже есть, там собака, там какая-то шапка тявкает на льва, и он пятится, понимаете, да, то есть. И смирение. Вот еще объешула, да, кроток и смирен духом. Вот этот кроткий, смиренный духом, заходит в храм, берет, как это называется, кнут, да, переворачивает все столы и гонит кнутом этих, ну, миновщиков, короче, валютщиков из храма. Кнутом, вы представляете? Кроткий и смиренный духом. Или Давид, Давид, вот вспомним, да, Давид. Давид приходит, приносит, там, отец его послал к сыновьям с продуктами и узнать, как там у них дела. А филистимляне стоят с Таном, Израиль стоит с Таном напротив, и вот там на протяжении многих дней этот Голиаф выходит и поносит воинство Израиля, как бы, и, типа, вызывает, кто там выйдет со мной там сразиться, как бы, тот и победит. На этом вся война и закончится. И вот этот вот кроткий и смиренный Давид, он говорит, кто это поносит вообще воинство Израиля? И вот какая реакция была у всех остальных? Я вообще-то, они на него смотрят и такие, ты вообще что себе возомнил? И услышал царь и говорит, а ну-ка, дайте мне этого Давида, надо что-то делать с этим. Короче, одели они его, он такой стоит в этих, говорит, мне неудобно. Они напялили, он говорит, да мне неудобно. Он сдвинуться не может в этих латах, на коленниках там, в этих шлем еще на него одели как бы. Он падает, знаете, на глаза. Он берет, короче, свой посох и идет. пращу нашел там камней, сумму положил, идет на Голиафа, а тот ему кричит, что ты на меня идешь с палкой? Я что, собака? И мы знаем, что было после этого. Вот кротость. Правда? То есть кротость от осознания своей силы и смирения также. От осознания своих талантов. То есть, но смирение помогает нам уйти от тщеславия. Не потому, что мы ниже всех, а потому, что это сдерживает наше эго. Вы еще не устали? Нет. Хорошо. Давайте к следующему перейдем. Вот это самое основное. Вот на этом бы я хотел. Это вот суть всего, о чем я сейчас буду говорить. Поклонники – это люди, открывшие для себя волю Отца и исполняющие свое призвание. Сегодня об этом Сергей Михайлович говорил. Я буду много читать, потому что я всего не запомню. Я и так две ночи печатал это все. Вы все не представляете. Я даже, Лора, мои реквизиты на телефоне, она сама печатала. Потому что я уже как бы так размерничался, что она думает, ладно, уже напечатаю, там реквизиты отправлю. И тут я две ночи, вот эту проповедь... Ну, человек, конечная цель, человек вообще, конечная цель сотворения нашего мира. Существо, заслуживающее наибольшего уважения, обладающее наибольшими возможным совершенством. Он включает в себя все предшествующие формы. Они лишь предварительные этапы для достижения его уровня. Поэтому человек превосходит их всех, покоряет все живые существа и властвует на ними. И вот в стремлении к этому совершенству важно понять, в чем же оно заключается. Прояснение смысла жизни основной вопрос, от которого зависит все остальное существование человека. Ведь только зная цель жизни, можно установить средства ее достижения. То есть понять, как жить вообще. человек рождается не по своей воле. Он не принимает личного участия в акте проявления, то есть в акте появления в мире. Правда? То есть это абсолютно от него не зависит. Человек живет не по своей воле. он может прекратить жизнь по своей воле, но никак не является первопричиной своей жизненной силы. Вся физиология человека, кровообращение, пищеварение, дыхание, все, все, вот оно работает автономно. Так устроил Господь. Понимаете? Оно не зависит от вас. Вы не можете сказать сердце остановись, оно раз и остановилось. Оно работает. Человек умирает не по своей воле. Хотя инстинкт самосохранения жизни крайне силен. И человек хочет жить вечно, тем не менее приходится умирать. То есть на определенном этапе ни раньше, ни позже некая неведомая сила выталкивает на сцену истории именно это я. Ну, я имеется в скобках. Выталкивает как личность, да? И заставляет его жить. Живи. Но осознавая это, человек сразу начинает развивать активность, чувствовать себя полным хозяином жизни, пытается взять судьбу. в свои руки или за рога, да? И основательно, как бы навечно обустроиться в этом мире. И как раз, когда только-только устроился, набрался ума, опыта, разобрался, научился разбираться со всем, приобрел дом, счет в банке, связи, уважение, наконец-то подстроил все под себя. Та же неведомая сила устраняет человека из этого мира, а заодно забирает все, что он накопил и все, чего достиг. подаренная жизнь завершается, вот тогда возникает глобальный вопрос, для чего человеку был дан этот шанс. весь жизненный цикл от роддома до кладбища, да? Вот цель, цели. Есть цель, а есть процесс, да? Есть цель и есть процесс. И вот иногда происходит подмена вот этих понятий цели и процессов. Иногда вместо целей то, что должно, ну, как бы, люди концентрируются на процессе. И вот в процессе нам предлагают разные, как бы, цели. В процессе нам предлагают разные цели. Так в Древней Греции Аристотель видел смысл жизни в мышлении и познании. стать добродетельным человеком и ответственным гражданином. Платон в заботе о душе, стоики в покорности судьбе. Это все предлагалось как цели. Понимаете, да? Пифагор в научном знании. Эпикур в получении удовольствия и избавлении от душевного беспокойства, заглушить какими-то радостями и разными увлечениями и так далее. И в наше время, и в наше более близкое время мнения также разделялись. Квант видел смысл жизни в следовании принципам нравственного долга. Маркс в борьбе за коммунизм. Мы знаем, чем это все закончилось. Еще до сих пор помним. Фейербах во всеобщей любви людей друг к другу. Любите друг друга. Но в мире так не получается. Ницше в стремлении к власти. Вот эти вот цели, они стали ложными ориентирами. и мы по порядку можем разобрать их. Вот я хотел бы сосредоточиться вот как бы в чем, почему так происходит. И вот первое, допустим, возьмем там жизнь для удовлетворения потребностей. Часть людей видят смысл жизни в удовлетворении своих потребностей. Есть те, кому важны потребности телесные. Для этого в первую очередь необходимо заработать как можно больше денег. Да? А с их помощью можно удовлетворить как потребности тела в пище, в вещах, в комфорте, в удовольствии, так и потребности в скучающей душе, в развлечениях. Знакомо? Те же, кому более важна оценка их личности, видят смысл жизни в том, чтобы любым путем прославиться. Те, кто по натуре властен, посвящают жизнь захватам и контролю и управлением. Есть и те, кто видит смысл поддержания благосостояния, здоровья, красоты. Вот в чем заблуждение состоит? А заблуждение состоит вот в чем. Если видеть смысл жизни в вышеперечисленных мотивах, то следовало бы ожидать в конце жизни соответствующий результат. Но, увы, ни деньги, ни вещи, ни удовольствия, ни почет, ни тем более красота и здоровье в могилу не заберешь. Соломон об этом писал. Нашел я, говорит, что непроворному достается успех, а всему время и случай. Да? То есть, вот это именно книга Соломона только на новый лад. Понимаете, да? Более доступным языком. это лишь врожденные природные потребности человека, которые требуют удовлетворения. И в поиске осмысленности человек по ошибке приклеил им ярлык смысла жизни. Подмена, друзья. я. Дальше. Второй момент, ну, второй такой, номер два. Жизнь ради идеи. О, вот это вот. Я жил в Советском Союзе. Был очень идейным. Сергей Михайлович тоже, он часто об этом говорил, был тоже идейным. Да? Где эта идея сегодня? Развалилась. Кто-то пытается еще за нее цепляться, за эту идею. Она издыхает, а все за нее цепляются, за эту идею. Она умерла! Как умер Карл Маркс и Фридрих Энгельс и Ленин тоже. Идея вместе с ним. Жизнь для профессиональной пользы. Есть те, кто видит смысл жизни в профессиональной деятельности, приносящей пользу человечеству. К примеру, врач считает своим высшим долгом лечить людей. Преклоняюсь перед вами. Хорошая идея. И действительно, они приносят много пользы. То есть, они врачуют людей. То есть, лечить людей это действительно благородная и милосердная миссия. Но тогда получается, что вне работы смысла жизни нет. представьте себе, что вы оказались где-то в пустыне или на необитаемом острове. Вот корабль там рухнул, вы как-то доплыли, вас выкнули, вы там живете, а вас забыли. Ваш смысл жизни весь закончился на этом. Лечить некого. смысл жизни потеряли. Все. Дальше депрессия. И все. Дальше жизнь для творчества и самореализации. Еще одна замечательная идея. Многие интеллигентные люди видят смысл жизни в самореализации и творческих достижениях, в важном научном открытии, в писании, увлекательного романа, в сочинении красивой симфонии или в том, чтобы стать начальником. Тогда состарившись можно оглянуться назад с удовлетворением. Есть чем гордиться, жизнь была недаром прожита. в чем же заблуждение? Творческие достижения и самореализация действительно дают ощущение содержательности жизни. То есть она как-то наполнена всем, суетишься туда-сюда, сидишь ночами, пишешь эти симфонии, вдохновения ищешь. Но сами по себе никак смысла жизни составить не могут. Почему? Ведь конечный результат всей жизни не научное открытие, не романы, не симфонии, а могила. вот кто может сейчас спеть то, что пелось в храме? Никто. Уже забыли давно. Предполагают где-то. много очень утрачено. Из поколений в поколение через века это все как бы исчезает. Жизнь для творческого бессмертия. Еще одна идея. Они похожи в принципе где-то. Творческие люди видят творческие люди. В результатах своей деятельности видят смысл. Что эти результаты даже после смерти будут вызывать интересы и а значит будут приносить пользу неприходящие ценности плодов их таланта переполняют душу значимостью и дают ощущение вечности жизни. Но мы также можем видеть что ну картины они как бы из-за неправильного хранения они пропадают. Все это во времени растворяется. Да им пытаются придать ценности безумные деньги за них платят чтобы никому не показывать в частных коллекциях где-то закрытые чтобы не ограбили и только часть из них достается а о тех людях уже по сути дела никому до них дела нету. Ну еще никто не рождается для творческих достижений эти достижения добиваются. Бетховен не родился чтобы стать гениальным композитором. И не в связи с этим умер он потому что он был гениальным композитором он умер. Нет он всего лишь продуктивно заполнил свою жизнь изучением и сочинением музыки не рассчитывал не растрачивал вернее время по пустякам. И это нужно это нужно в этом ну это этого Бог не против этого Бог против того чтобы процесс не стал целью. Четверто ну еще одно утверждать что смысл жизни в творческой деятельности значит подписать смертный приговор всем остальным кто не творческие люди. то есть у них тогда смысла жизни нет. Жизнь для развития технического прогресса еще одна цель. Но это все цели которые мы слышим правда которые вот нам предлагают я вот не 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 брал специально много мест писания чтобы вот именно на одном моменте сосредоточиться потому 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 я знаю что многие люди потерялись в этом не исполним свое предназначение они ушли от своих благословений и растворились их бабушки построить дом посадить дерево да и без философии многие люди видят смысл жизни в хороших делах заблуждение в чем заключается согласно этой логике лишь часть жизни имеет смысл причем совсем небольшой и обретает она его в момент доброго деяния только только в этот момент но ваша жизнь слагается не только из этого из многих моментов и получается что все остальные моменты не имеют смысла вообще они важные но не имеют смысла никакого жизнь для детей не устали еще нет сколько у меня времени осталось 10 успеем ну жизнь для детей это вообще как бы весьма типичные попытки увидеть смысл существования человека в продолжении своего рода в заведении потомства то есть чаще всего я не буду долго как бы вот здесь вот потому что мы ожидаем от детей мы пытаемся мы влаживаем их они потом раз избирают свой путь идут вообще в обратном направлении и мы такие все наш смысл жизни закончился в этом понимаете да то есть это хорошо если они еще там благоустроены а бывает и похуже бывает мы их теряем вообще и для Бога и для родителей они потеряны и это катастрофа все смысл жизни закончил депрессия смерть то есть ты всю жизнь трудился потом следующее внуки да пытаются это все внуков вложить и уже их там с маленького возраста учат 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 и они вырастают и вообще не имеет никакого смысла нужно но смысла в этом нету ну и просто жизнь ради жизни это вот такие анархисты знаете жизнь ради жизни многие мыслители да и не только пришли к выводу что смысл жизни следует искать в самом жизненном процессе просто живи наслаждайся главное найти себе интересное занятие следует заполнить жизнь существенными событиями наполнить этими событиями куда-то поехать купить какую-то новую вещь сделать перестановку каждую неделю дома важно чтобы что-то происходило о часто так ну знаете давай что-то переставим надоел интерьер надо переставить что-то заблуждение же в чем жизненная активность никак не может дать ответа на вопрос о смысле жизни здесь речь идет лишь о том чем себя занять это гонка от одной промежуточной цели к другой как бы вот во всех вышеперечисленных и общий знаменатель у всех перечисленных ответов есть ошибочный знаменатель вопрос о смысле жизни подменяется вопросом чему же придать да это значение это подобно знаете как в притче повествующей о том как путник наткнулся в пустыне на гигантский завод и вот он видит туда вагонами там лес нефть там еще что-то уголь завозят там что-то там горючие смазочные материалы там куча людей процесс идет дымит коптит там и думает что же там на выходе на выходе а на выходе видит тот же лес тот же как бы уголь и там машины эти работают работают а на выходе то же самое абсурд так такой же вопрос еще более уместен в отношении человека неужели невероятная ничем не сравнимая сложность гармонии организма вся его жизненная активность все идеи достижения открытия речи поступки переживания любовь надежда все это впустую все это ничего не производит как пришел сырьем так и ушел творец затворил человека несовершенным но наделил его потенциалом личного совершенства который он может достичь если захочет не рождаются гениями гениями становятся ну где-то есть какие-то ну задатки от дара зависит но ими становятся в процессе обучения вот эти желания творец оставил полностью на волю человека тем самым предоставил ему свободу выбора либо желать искать совершенства и стать самому причиной его обладания уподобляясь тем самым творцу либо не желать этого потому человек как и весь мир был сотворен таким образом чтобы он мог ощутить полную независимость и обособленность от творца вы знаете я задумался почему так легко дьявол обманул Адама ведь Бог не пришел и не сказал Адаму я тебя сотворил он с ним общался на равных он с ним общался как с другом он ему не пришел и не сказал так отныне вот будет вот так вот так вот так сразу его там знаете они ходили в прохладе дня и поэтому когда пришло обольщение что сказал я а правду ли сказал вот он да для этого человек был сотворен из двух противоположностей утонченной души и грубого тела душа будет хотеть искать и она всегда стремится мы знаем это а тело будет этому препятствовать дух противится плоти правда и если этому дает ну и это постоянная борьба это постоянная борьба ведь и только почему мы были сотворены именно так что мы как бы независимы то есть Бог сделал нас независимыми от себя для того чтобы у нас было право выбора дорогие вы обладаете этим правом или только я об этом думаю обладаем потому что только истина свободный человек может выбирать человек находящийся в плену слепых сил неизбежно приходит к тому чего этим силам хочется посвящает себя улучшением материального благосостояния проблема в том что он этим занимается не проблема вернее в том что он этим занимается ведь это необходимость да и сам творец велит то есть человеку расширять свои познания совершенствоваться и достигать вот этих ну приобретать эти средства существования а в том что этому занятию стали придавать первостепенное значение процесс подменили целью наличие цели само по себе наводит порядок в жизни и придает осмысленность всем ее составляющим и наполняет ее содержанием цель подобно маяку а значение цели компасу позволяющему двигаться в нужном направлении найти жизненные ориентиры отделить главное от второстепенного понять критерии оценки решений и поступков ясно определить для себя пользу то что приводит к цели и вред то что уводит от цели предназначение человека исходя из общей схемы замысла творца можно понять более конкретно и предназначение человека как было сказано что человек достиг цели своего существования необходимо чтобы он сам совершенно независимо от воли творца захотел быть причиной своего совершенства сам захотел искать путь к творцу и это единственное что находится в руках человека единственное все остальное было дано ему по образу и подобию все остальное приложится дорогие иными словами человек получил в подарок невероятно сложное составляющее из многих составляющих тела физиологические инстинкты глубочайшее тончайшее чувство способность испытывать наслаждение необыкновенные таланты заранее установлено будет ли человек высоким или низким умным или нет бедным или богатым где и когда родиться у каких родителей и так далее все что человек в себе ощущает чем пользуется все что полагает своим я на самом деле существует и функционирует без него без его участия он может где-то влиять на эти процессы но на самом деле книга написана дорогие книга у нее есть начало и конец плодотворный результат но если человек осознал цель своей жизни боролся за нее искал совершенство сумел прочесть истину предпочесть вернее предпочесть предпочел истину лжи будущее настоящему то есть не сегодняшнее а будущее то есть его цели он видит ориентиры и не важно что сейчас происходит как бы все содействует ко благу верующему полезное вкусному предпочел нужное привычному его ждет в конце совсем другой результат и перед ним раскроется музей его жизни совсем другая картина перед вами предстанет но уже живой и место где он окажется называется в дословном переводе сад утонченности вот это место писания сейчас вам прочитаю я когда вот о хвале поклонении проповедовал на молитвенных собраниях одно это место я брал как ключевое я сейчас ну вернусь к этому месту оно это песни песней дорогие мои это песни песней песни четвертая глава по-моему четвертого так а нет 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 так рассадники твои сад с гранатовыми яблоками с превосходными плодами киперы с нардами нард и шафран аир и корица со всякими благовонными деревами мира и алой со всякими лучшими ароматами и садовый источник колодец живых вод и потоки сливана вот когда здесь говорится оливане это ключевое место почему потому что для израильтян Ливан представлялся таким местом он им напоминал об Эдеме это место оно расположено на горах оно очень живописное оно на границе с Сирией находится там ну две гряды гор находится и там очень живописное место там почва плодородная там постоянно ну обилие дождь осадков выпадает очень насыщенная флора и фауна как бы и даже вот как веяние говорят скормило то есть вот с этой горы вы ощущаете это веяние потому что она всегда покрыта снегом почти все время в Израиле и это у них отождествлялось вот этот Ливан отождествлялся с Эдемским садом они просто они как лелеяли это место поэтому здесь вот псалмопевец то есть ну он и пишет как источники живых вод с Ливана и вот об этом саде вот это и есть этот сад утонченности и я вам больше скажу вы вы каждый из вас имея определенный дар вы находитесь Бог видит вас в этом месте и от того как вы познаете его волю и найдете вот свое место в этом саду от того будет как вы проживете ну смысл вы поймете всего или нет как будет как бы я уже наполнится ли ваша жизнь смыслом или вы будете верующим придете вот к отцу и он скажет не знаю вас вы не мои вы отдали жизнь своим каким-то ложным целям веровали во что угодно только не в меня я приготовил для вас благословение вы сами убежали от них потому что он говорит возьмите иго мое да потому что оно благо и бремя мое легко и от этого будет зависеть как бы будете испытывать вы радость потому что человек когда он находится на своем месте занимается своим делом об этом даже соломон писал да что наслаждайся от плодов своих рук женой юности своей работой вот ну и вот от этого от этих плодов наслаждайся радуйся пока есть время даже в конце он написал а смысл всего сейчас даже прочитаю это самые последние стихи в экклесиаста вот 12 глава 14 стих не 13 стих вот сущность всего бойся бога и заповеди его сын мой да потому что в этом все для человека дорогие в этом все вопите вопите к нему как вопил Давид он говорит я вопил и ты услышал меня и ответил мне понимаете да вопил и он ответил не знаете как найти вопите потому что я видел много людей которые как бы они верные оставались они остаются верными они ходят верно они посещают все собрания они все делают ну все делают но в их их жизнях ничего не меняется по сути дела друзья в этом сущность всего четвертый вот этот критерий я даже о нем говорить не буду потому что на самом деле четвертый критерий для меня гласит так это интеграция в Божье тело потому что все то что вот о чем я говорил оно предназначено для того чтобы человек интегрировался в Божье тело и вот мы пели песню что жених уже все покинул свой чертог да и он страстно желает встретиться с невестой вот эта невеста она должна встретить его во всей красе вы знаете как наряжается невеста знаете все знают и все на это работают когда свадьбу готовят все независимо от их дел независимо от их все готовятся и ждут вот пока она выйдет со своего чертога ой ладно больше не буду говорить все заморил вас да а то начну проповедовать простите меня если я вас утомил но очень важно мне было донести вот это не замените цель и смысл жизни процессом самим не потеряйте этих ориентиров а израэль адонай элоэйну адонай эра я а и а а Продолжение следует...